Десятый съезд предпринимателей Камчатского края прошел в Петропавловске. В нем приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти региона, муниципалитетов, депутаты, а также представители контрольно-надзорных органов, бизнес-объединений и местного предпринимательского сообщества. Главная цель мероприятия – обсуждение наиболее важных направлений в сфере поддержки бизнеса, таких как молодежное предпринимательство, налоговая нагрузка, социальный бизнес, кадровые вопросы, производственная отрасль Камчатки, а также ряд других актуальных тем. Губернатор Владимир Илюхин открыл работу Десятого съезда предпринимателей Камчатки. Он отметил, что последние несколько лет в крае наблюдается стабильный прирост по ключевым показателям численности объектов среднего и малого предпринимательства, оборота и объема продаж, поступлений в бюджеты всех уровней и увеличения кредитного портфеля в регионе. Нельзя не заметить, что мир сегодня меняется. Меняется очень быстро. Нельзя игнорировать сегодня тренды на цифровизацию, экологичность, омоложение бизнеса. Сегодня выросла отрепленность к качеству и сервису. То, что мир меняется – это новые возможности, но это и новые угрозы. В этих условиях бизнес должен успевать адаптироваться, изменять форматы, ускоряться за счет новых технологий управления, производства продаж, сервиса, менеджмента. Не изменяясь и не развиваясь, можно потерять не только конкурентную способность, можно стать неинтересным покупателем и тихо уйти с этого рынка. Мы с вами живем не в центральной части нашей страны, тем более нам и нашему бизнесу нужно владеть всеми самыми современными техниками и знаниями. Поэтому в рамках национального проекта по малому бизнесу мы форматируем всю систему касательной поддержки предпринимательства. Задача не только и не столь помочь предпринимателю встать на ноги и оказать ему комплексную услугу по поддержке, но и дать возможность адаптироваться. Губернатор сообщил, что в 2020 году в Камчатском крае будут запущены несколько образовательных программ в новом формате совместно с федеральными экспертами университета «Синергия» и предпринимательской платформой «Деловая среда» от Сбербанка. Также Владимир Илюхин сообщил, что принял решение о преобразовании Краевого агентства инвестиций и предпринимательства в министерство. Я вчера принял решение, учитывая то, что сегодня значительный объем работы в правительстве связан как раз с предпринимательством, с инвестиционной составляющей. Я принял решение о преобразовании агентства по предпринимательству и инвестициям в министерство. Я думаю, что это всем нам поможет в решении тех задач, которые сегодня стоят перед предпринимательским сообществом, перед Камчаткой. Собравшиеся обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере социального предпринимательства, антикоррупционного законодательства, снижения рисков развития микробизнеса, продовольственной безопасности и кадрового обеспечения. Добавим, организаторами 10-го съезда предпринимателей полуострова выступают Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Союз торгово-промышленная палата Камчатского края, Бизнес-объединение региона и правительство Камчатки.